МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты рассказывали главе региона о работе изданий и телеканалов, а также задавали свои вопросы. Они в основном касались развития и благоустройства муниципальных территорий, ремонта знаковых мест и спортивных сооружений. Один из вопросов к губернатору задала главный редактор телеканала Тольятти-24 Яна Левина. Конечно же, вопрос будет касаться города Тольятти, одна из самых обсуждаемых тем сегодня, будущий глава города. Вопрос такой, каким бы вы хотели его видеть, в плане личностных каких-то качеств, профессиональных таких неких характеристик? Потому что вопрос, согласитесь, довольно-таки важный. Спасибо. Спасибо, и очень корректно его задали. Очень правильно, потому что действительно, когда мы сейчас начинаем, это долгий процесс, изменение кадровых подходов в правительстве, в муниципальных образованиях, конечно же, мы имеем в систему требований к этой работе. Требования к работе главы муниципального образования, особенно такого большого и комплексного, как Тольятти, первое, характеризующее этого человека, это должен быть хозяйственник. Это не политик, это не функционер, это хозяйственник, человек, который умеет заниматься хозяйством, большим городским, человек с опытом, который уже имел возможность проявить себя в этой хозяйственной работе. При этом, с учетом того, что необходимо к такому мегаполису, Тольятти у нас, по сути, вторая столица, мы так ее рассматриваем все, и жители Тольятти, и жители Самарской области, там необходимо еще и гибкое умение находить ресурсы для развития, в том числе в федеральных программах, потому что главы столичных городов, главы мегаполисов, они развитие могут обеспечить только во взаимодействии с национальными проектами, федеральными программами. Поэтому этот человек, кандидат, должен быть достаточно коммуникабелен, но при этом основная работа – это хозяйство. Напомним, в Тольятти до 11 ноября продолжается прием документов от кандидатов на должность главы городского округа. Завершилась встреча губернатора с представителями редакции вручением благодарственных писем. Их получили представители изданий и телеканалов, которые в этом году отмечали свои круглые даты. Сразу нескольким газетам области исполнилось 95 лет. Это была очень важная и своевременная встреча, а главное, очень полезная как для нас, представителей средств массовой информации, так и для Вячеслава Андреевича. Многие редакции рассказывали о себе, знакомились с своим коллективом, говорили о победах, говорили, конечно, и о некоторых проблемах. Кто-то задавал вопросы, которые касались развития городов и районов. И, конечно, на все получали доскональные ответы. Безусловно, времени не хватило на это общение, но губернатор Вячеслав Федорищев пообещал, что до Нового года вновь встретиться с представителями средств массовой информации, чтобы поговорить о важном, поговорить о насущном. Весомый вклад в будущее города. Благодаря содействию АвтоВАЗа, крупнейший образовательный центр региона «Галактика» пополвил коллекцию учебной литературы. Для обучения первоклассников «Галактика» получила уникальные пособия Московского издательского дома «Истоки». АвтоВАЗ поддержал проект, который реализуется по инициативе епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора, а также администрации города. Такие учебные пособия получат более трех с половиной тысяч первоклассников в Тольятти. Сегодня очень важно, чтобы не только были теплые, красивые стены, условия, комфортные для образования, не только важны сами знания, получаемые в наших образовательных учениях, но и важнейший элемент духовно-нравственного воспитания. А курс «Истоки» как раз с начальной школы является именно таким пособием, который поможет и поддержит наших учеников в получении этого очень важного жизненного аспекта. Отметим, что АвтоВАЗ не прекращает оказывать шефскую помощь школам. Всего под крылом предприятия находится 40 образовательных учреждений. Они получают не только финансовую поддержку, но и помощь в создании комфортных условий для обучения школьников. Закон и порядок. 1 ноября в России отмечается День судебного пристава. В задачи сотрудников входит поддержание порядка во время заседания суда и контроль за исполнением судебных решений. На службе судебные приставы носят форму, имеют знаки различия и эмблему, утвержденные министром юстиции России. У сотрудников исполнительных органов также есть еще один отличительный знак. Это зеленый берет. Получить его могут только прошедшие специальную подготовку сотрудники.